Парфюмерия Расслаблена и немножко более Отвлечена от теории От прочих моментов, которые могут быть Достаточно утомительными Сегодня мне очень хочется поделиться с вами Своими самыми любимыми Зимними ароматами Это те ароматы, которые я ношу Последние несколько месяцев Которые на мой взгляд наиболее Точно подходят К холодному времени года Которые наиболее точно отображают атмосферу Этого времени и которые Лично мне наиболее приятны Когда за окном Плюс 3, плюс 5 или может быть даже минус Итак, начнем Во-первых, мне бы хотелось поговорить О уникальной марке Парфюмерной Это парфюмерный дом Вайкини Оно выглядит вот так вот Это Один из трех ароматов Этой марки в моей коллекции Аромат называется Love Don't Be Shine Он потрясающий Он зимний, он волшебный Он ликерный В нем есть все то, что я так люблю Он такой сладкий Он обволакивающий Он согревающий Он сочетает в себе все то, что я настолько люблю в парфюмерии А именно Это простой факт, что я люблю, когда парфюмерию я на себе ощущаю Мне нравится чувствовать аромат своей туалетной воды Или своей парфюмерной воды Мне нравится ощущать, что этот друг всегда со мной И это один из немногих ароматов, которые действительно всегда со мной Полное название это Love by Killian Don't Be Shine Этот аромат для женщин принадлежит группе ароматов Восточной Он выпущен в 2007 году Создатель Кэллис Бейкер Верхние ноты Нероли, бергамот, розовый перец и кориандр Ноты сердца Ирис, жасмин, роза, жимолость и апельсиновый цвет Ноты паза, мускус, ваниль, цивит, карамель, сахар и лапдаун Мы с вами немножко поговорили о парфюмерном доме by Killian И сейчас мне бы хотелось вам рассказать основные моменты истории создания этого дома Итак, год основания 2007 Основатель этого дома это Killian Hennessy Это внук основателя коньячного дома Hennessy Он закончил институт парфюмерии и косметики во Франции И парфюмы by Killian в данном случае являются самыми модными парфюмами последних лет Они создают парфюмерию, которая глубокая, сложная и очень чувственная Killian рассматривает все свои парфюмерные композиции и называет это так Parfum is an art Он воспринимает парфюмерию как искусство И в данном случае мы можем с ним согласиться Действительно все ароматы by Killian уникальны Они потрясающе считают себя замечательные ноты Которые не оставляют вас равнодушным Вы можете их не любить, вы можете их не воспринимать Но равнодушным дом by Killian вас точно не оставит Следующий аромат, который я также горячо люблю Который появился у меня недавно И который по праву считается для меня лично ароматом этой зимы Он не был создан в этом году Он не был создан в прошлом году Он достаточно старый Это аромат известного косметического дома Tom Ford Tobacco Vanille Аромат достаточно попсовый Он достаточно известен И у него много любителей, у него много ненавистников Но мне этот парфюм очень нравится Он не в чем-то напоминает запах глинтвейна Он такой дымный, такой обволакивающий Такой чувственный и сексуальный Он у меня создает ощущение Как будто это какая-то прокуренная ваниль То есть ощущение как будто бы На вас нанесен аромат ванили И вы зашли в какое-то достаточно прокуренное помещение Причем прокуренное не сигаретами, а дорогими сигарами Этот парфюм меня согревает Он меня манит Он меня чарует И я этот парфюм последнюю зиму ношу очень часто Это аромат для мужчин и женщин Принадлежит группе ароматов восточной пряны Табако-ваниль выпущен тоже в 2007 году Верхние ноты Табачные листы, специи Ноты сердца Бобы тонко Цветок табака Ваниль и какао Ноты базы Сухофрукты и древесные ноты На мой взгляд Вот этот аромат Табако-ваниль и комфорт Он прекрасен Когда у нас здесь Где-то плюс 2, плюс 3 То есть не самое холодное время Но и не самое теплое И еще я отметила такую уникальную вещь Что наиболее шлейфовым этот аромат становится Во время тумана Или такого холодного, пронзительного, зимнего дождя В Швейцарии такое бывает довольно-таки часто Поэтому на мой взгляд Вот этот аромат Для температуры Плюс 3, плюс 5 Он просто уникальный Он звучит, он играет И он остается с вами Итак Что же такое Себя представляет Парфюмерный или косметический дом Том Форд Том Форд это американец Который создал свой бренд В 2006 году Он является одним из самых Харизматичных дизайнеров Нашего времени Он также работал на Такие известные дома мод Как Гуччи Эстеллаудер И Эвсен Лоран Первый аромат Который создал Том Форд Был создан в 2006 году И называл это Том Форд Реклама этого аромата Была настолько провокационной И необычной Что в Италии Ее запретили Итак И последний аромат Который у меня Стоит на полке Фаворитов Этой зимой Это Вот такой вот Аромат Это Парфюмерный дом Ксерджо Линейка Косомарати Аромат называется Лира Вот такая вот коробочка У меня 30 мл Открывается вот так По-моему Это просто Потрясающе Я испытываю Даже какое-то Эстетическое наслаждение Когда Я беру в руки Или открываю Ароматы Мишевой линейки Это аромат Для женщин Он належит Группе ароматов Восточной цветочной Лира Выпущен в 2011 году Парфюмер Крис Маурис Итак Верхние ноты Это Бергамот Красный апельсин И лаванда Ноты сердца Жасмин Корица И лакрич Ноты базы Мускус Ваниль И карамель Кто бы сменивался Я очень люблю Сладкие ароматы Особенно зимой Я люблю Когда действительно Пахнет сладко Вкусно И По-гурмански Мне нравится Когда они От меня Шлейфят Мне нравится Ощущать свой аромат В течение всего Аромат достаточно Игристый В шлейфе Достаточно сладкий Достаточно Уютный Но вот у меня На коже Он выдает Такую Очень любопытную Острую ноту Чем-то напоминающий Перчик Хотя перец В пирамиде Не заявлен Я не знаю Я не знаю Чем он мне Пахнет Он мне Пахнет Просто Как Потрясающий Аромат С идеальной Взвешенной Композицией Которую я Действительно Люблю Носить На себе Он Уникален Я таких Честно говоря Не встречала Вообще Все ароматы Марки Серджок Они Необычны Уникальны И потрясающие Это Последний Мой аромат Который Я приобрела За Зиму И Я была Очень рада Что у них Есть В доступе 30 мл Потому что 100 мл Это достаточно Здоровая бутыль Которую На мой взгляд Можно убить А 30 мл Это очень удобная Вещь Которую Можно носить С собой И она Не стоит Таких Безумных Денег Как Например Сотя Итак Что же Такое Парфюмерный Номк Серджок Он Появился В конце 19 века Его Основателем Считается Косомаратик Серджов Эта Линейка Появилась В 1888 Году И Эта Коллекция Была Посвящена Итальянским Аристократам Но Это То Что Уходит В 19 Век На Сам По себе Парфюмерный Дом Серджок Был Создан В 2003 2004 Годах Основатели Это Серджо Момо И Доминик Сальво И Основным Их Трендом Является Изысканность Природы Но В свое Время Они Купили Линейку Косомаратти И Теперь На многих Сайтах И Сами Основнователи Брендов Считают Что Парфюмерный Дом Также Появился В конце 19 Века Итак Друзья Спасибо Вам Большое Что Вы Посмотрели Это Видео Мне Было Очень Приятно Вас Видеть На Своем Канале Мне Было Очень Приятно С вами Поговорить На Тему Парфюмерия Рассказать О своих Зимних Фаворитах Оставайтесь Со мной И До встречи В следующих Выпусках Пока Пока